Про происхождение нового вида. Эволюция это все-таки происхождение новых видов. Согласны? Новых родов, новых семей. Вот мы с вами теперь знаем массу всяких разных вещей, касающихся генетики, касающихся цитологии и так далее. Вот теперь попробуем произвести новый вид. Которому подступают неприступные скалы. Вот эта скала совершенно неприступная. С этой стороны стель, с этой стороны болото. То есть здесь система мелких озер, проток, заболоченное пространство с очень влажной бочвой между всем хозяйством. Вот такая как. На территории места обитают некоторые. Вполне успешный вид горзунов. В данном условии он очень неплохо адаптирован. И дайте ваш прогноз. Со временем, что будет в хищности горзунов на территории леса. Это уже зависит от того, кто там, например, горзунов ждет, если хищники есть. Нет, ну хищники, разумеется, есть для каждого вида. Существует свой набор хищников. Без хищников вид просто бы вымер. Разумеется, и хищники на них есть какие-то. Но если вид действительно хорошо адаптирован под эти условия, а ведь система адаптации будет включаться и взаимодействие с хищниками в том числе, то что будет с плотностью этого вида? В плотностью. До одного вопроса. Со временем на этой территории возникает высокий уровень внутривидового конкуренции. И вот с этого момента подумайте, какие, возможно, дальнейшие сценарии развития этой ситуации. Допустим, на 200 поколений вперед. Что здесь может происходить? Вот такая ситуация. Мыши нулевые альбинисты, на скалы они связать не могут. А ли горы будут копать? Естественно. 200 поколений, а порядочное время. Может, на них-то ваши конкуренты или за конкуренцией будут выяснены в степи? Принимаются. Действительно. Начнется заселение и степного участвовать, в степного сектора, в облоговом сектора. И почему это? Потому что сильнейшие будут в лесу, пары, слабее будут в степи, и самые жёлые будут в болоте. Ага. Майя, вы не учитываете, что мы 200 поколений, наверное. Мы не смотрим на дела, которые в ходе одного поколения происходят, а 200 поколений. Проположим, что какие-то выше из леса были выяснены в степи. Почвы и ресурсы другие, почвы другие, и температурные режимы, согласны, условия другие. Но и на болоте тоже условия не такие, как в степи, не такие, как в лесу. Принимаются из-за того, что следует. То есть они, по-моему, в самой первой очереди будут выясняться все, и в большом количестве любви от степных хищников, которые уже не способны, потому что бы от них защищаться. Угу, допустим, дальше. Значит, выживать просто много будут те, кто научились избегать от степных хищников. Так, нормально, нормально, пока это все принимается, еще раз, 200 поколений, то нужно ожидать, было бы. Смотрите, у нас есть поток, который из своей природной жизни вычиснеет суда в одну группу условий, и второй поток, который из своей природной жизни вычиснеет суда в другую группу условий. По-моему, с этой зоной будут? Конкретнее. Да, они будут приспосабливаться и измеряться. На основе чего измерения происходят будут? Из-за того, что у них сначала какая-то зорка, скажем так, и они пришли в другую зорку, и они будут пытаться приспособиться. Они не хотят вымирать, поэтому они попытаются приспособиться. Классно, то есть привык в обморку. Упражняемся и приспособливаемся. Нет, опять же, в той же степи, там же пищевые ресурсы есть разные, есть там какие-то зерновые небольшие, другие, какие-то мыши будут есть, вот эти зерновые. Есть поколения подряд, есть мыши? Нет, 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 какие-то будут есть одно, какие-то другое. Да, так будет, что мышь тут. Значит, одни будут подстраиваться под один век, клещевые, и другой. И все, в течение всех двухсот поколений, новорожденное с самого начала, то есть вот оно и родилось, это базовое, и подростковый возраст у тебя все начинают бить друг другу мозгами, потому что вы выберете ресурсы. У вас пока так получается. Каждое поколение данного должно проводить разделение любых ресурсов. Поскольку основное количество мышей находится в лесу, в степи выгодно, относительно леса небольшое количество, поэтому внутривидомые конкуренции вы понимаете. Вот мне кажется, что в степи там было... Ну, в начале, естественно, потом когда-нибудь там разрушено. Ну, в степи, в колене, грин, достаточно. Я же говорю, не сразу после начала этого процесса, а через 200 поколений. Да, в области. В степи там будет проходить час обожаря, потому что, и поэтому там... Да в лесу тоже, и даже на болоте. Свои неприятности есть везде. Так же, как и свои положительные стороны, есть везде. Вы, воволь, пытаются предположить, что произойдет эволюция. Десять поколений, а время для эволюционных подвижек, в общем-то, достаточное. Но причины этой эволюции вы сформулировали достаточно кучеря. Они не хотят вымирать, поэтому они стремятся приспособиться. То есть упражняются, 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 и постепенно эволюционируют. Эволюционируют, наверное, для естественного отбора. Ну, естественный отбор. Хорошо, но и те тоже прошли естественный отбор. Ну, те-то говорили, для отборных. Ага, есть другие условия, естественный отбор, отлично. А клубного бизнеса будет появляться, с которым может работать, естественно, на нутации. Ну, так же. Разумеется, происходит нутация. И можно было бы ожидать, что направление естественного отбора для формирования жителей степи будет направлено на одни песенки, а на болоте на те же самые песенки, естественно, отбор. Вроде бы, а врубе. Через 200 поколений, то мы увидим, прилетел я сюда через 200 поколений, здесь один вид живет или нет? Три. Вроде бы, три разные вида. Один лесной, второй лесной, третий болотник. А на самом деле, это не будет. На самом деле, останется один вид. Объясняю. Мутация, это процесс случайный направлений. Случайный. Случайный. Заранее предупредить нельзя, направление не прочитывается. Есть у нас исходная генетическая составляющая снику. Допустим, среди тех, кто хотел осваивать степь, произошла мутация номер один, римская, которая оказалась выгодной для обитателей степени. Здесь, естественно, обор ее будет поддерживать. Да, будет. А для обитателей болот произошла мутация типа А большое, которая выгодна для обитания в этих условиях. Для степени выгодна, а выгодна как раз для болотного жителя. Здесь, естественно, отбор будет ее поддерживать? Да. Будет. Со временем, ну, проходил, там, произошло еще 110 мутаций со временем, да? Но вот одна из них, называемая дворинская, оказалась выгодной для степи, и мутация Б большое выгодна для болота. И еще там сотни мутаций разных. Мутация 3 выгодная для степи, и мутация С выгодная для болота. По идее, мы должны со временем получить некоторую систему, но и мутантных признаков, которые отбор будут подгонять под разным условиям. Вроде так должно быть, да? А, да, сложно. При этом, эти мутации будут распространяться в среде обитателей степи, согласны? А эти, беспоколепные поколения, будут распространяться в среде обитателей болота. Отлично. А теперь давайте глянем вот на такую форму. Юмша, глядная с Азором Горящим, живет в стороне степи, а барышня живет в лесу, рядом с этой границей. Скажите, пожалуйста, учтут ли какие-либо причины, чтобы эта пара не завела барышня? Нет. Нет. Отлично. И в этом случае степной набор генов куда попадет? В лесной набор генов. Отлично. Здесь пошел гулять степной набор генов. Берем бар, который живет вот здесь и вот здесь. Есть ли какие-либо причины, чтобы они не завели потомство? Нет. И в этом случае болотный набор генов пошел гулять в среде леса. А если в лесу появился степной оболотный набор генов, то степной может через эту границу пройти вот сюда. Да. Да, здесь появится. Правда, естественный отвод не отвод это делает? Естественный отвод в данном случае. Ну да, что-нибудь такого уж совсем непригодное для болота здесь, конечно, не переживется. А здесь совсем непригодное для степи. Но будут ли складываться со временем большие генетические различия между обитателями этих трех регионов? Нет, это будет скорее подлиннее. Нет, это будет общий кисель. Как вы сможете создать отдельный вид? Вот отбор вроде бы работает. А видно сюда и будет. Какое условие должно быть выполнено, чтобы здесь начал пробираться один вид, здесь остался прежний, а здесь другой вид. Чтобы они тактировались. Это он на стерке, или без наразные популяции. Да. Должен возникнуть, как говорится в биологии, репродуктивный барьер. Должна возникнуть какая-то сила, которая не даст смешивать инопланет. Сила эта могла быть самая-самая разная. Ну, качество одного из, подчеркиваю, один из приметов, правда, честных в данном случае, но далеко не единственных, которые может привести к уточнению ветообразования. Скажите, а кроме мутации, выданных для степи. Всякие прочие мутации происходят или не происходят? Да, конечно, происходит. Допустим, что наряду с этими мутациями произошла абсолютно бессмысленная для степи мутация белая, но молву. Ни пользы, ни вреда для обитания не дает. Но она произошла здесь. И допустим, что белолубые молодые люди у этих варушин вошли в муту. В результате мы получили маркер, внешний маркер, позволяющий отличать своих от чужих. И если барышни предпочитают размножаться именно с белолубыми, то пойдут ли вот сюда, в лес, мутации степного набора. Они окажутся здесь. А здесь произошла то же самое бессмысленная мутация, допустим, хвост по речкам. И молодые люди из этой популяции просто с ума сходят по башням, у которых хвост пришел. В результате мутация болотного набора пойдет, если не пойдет? Нет. Смотрите, что мы получили. Некоторый набор признаков сам по себе вроде бы совершенно бессмысленный, имеющий одно единственное значение – отличить своих от чужих. Вот такой набор признаков, если он сформировался в группе, выгоден или не выгоден для вида образования? Выгоден. Конечно. Смотрите, в чем дело. Если мы имеем пару, которые имеют признаки отсюда и отсюда, у потомства они совмещаются. Имеет ли такое потомство какие-нибудь сильные, по-настоящему сильные бонусы для жизни в степне? Нет. Для жизни в лесу? Нет. Гепризм будет проигрывать и здесь, и здесь. А если пара образована только из степняков, у потомства весь набор признаков как перебудущая адаптация к степнякам, у потомства на этой территории повыше превоспевает, а у меня даже и сорок не будет, мы там делать нечего. Так? Поэтому среди животных для каждого вида характерны свои брачные слова, свое брачное поведение, строгое отличение своего, представьте, своего вида от чужого вида. Потому что именно такое позволяет формировать такие наборы признаков, которые реально соответствуют какому-то определенному месту, определенному судьбу. Ну, допустим, в зоопарке, я не знаю, где-нибудь, ну, либо в фильмах, упык, или как-то, дикой упык, обращали внимание на серединке крыла у всех упов, что находится. А там будет находиться обычная, не прямоугольная, а арамническая форма, яркое пятно. У упык такое пятно называет зеркальце. У крят, оно фиолетовое, с белой окантовочкой, а по-дугому, если на него посмотреть, у нас блескивает зеркальце. Есть с изумрудно-зеленым зеркальцем у меня, есть совершенно черным, есть совершенно белым. И во время брачного ритуала, когда птицы прилетели, вот у них сезонное сношение идет, что они делают? Вот они плавают там, кругами, обязательно греют в одно из движений, поворачиваются друг к другу боком и распрямляют крылья. Зачем? Показывают зеркальце, а свой. Ну, это вроде как предъявление паспорта перед браком. Я вот не брачный аферист, а у меня, вот видишь, штрафика нету. Документы у меня порядка. Со мной нужно иметь детей, я их буду, я не знаю, хорошим родителям. Вот для животных система видотипичных признаков является таким документом. Поэтому, выгодно или невыгодно для любого животного, внешне чем-нибудь отличаться от средней видового стандарта? Выгодно. Выгодно. От средней видового. Нет. Да крайне угодно. Тебя будут оставлять уж на самый крайний случай. Уж больно ты не похож на наших. Наши должны быть вот такие. Если уж совсем вокруг наших нет, на конечном итоге и ты сойдешь, конечно. Но это уже на самый-самый глубокий случай. Происходит так называемый стабилизирующий отбор. Отбор, усредняющий значение признаков, снижающий разнообразие, который работает в том случае, когда ничего новенького вокруг не происходит. Субтитры создавал DimaTorzok